Начну с притчи про двух почти пророков. Сначала вчера утром, даже скорее днем, пишет мне Мария из Финляндии. Пишет следующее. Михаил, хочу написать вам про одного знаменитого в Финляндии харьковчанина. Ему даже поставили памятник. Но я думаю, что вы и так догадываетесь. Это Эужен Шуман Евгений Владимирович Шауман. Я, честно, не догадывался вообще. Не упомнил. Застреливший проклятого генерал-губернатора Бобрякова. Это генерал-губернатор России в Финляндии, насколько я понимаю, был. Это прекрасная история с ужасным концом для самого Евгения. Но я думаю постоянно о том, где бы нам найти такого героя и храбреца сейчас. Ох, Михаил, как бы он нам всем помог, правда? Я про то, что Плешивого бы подстрелил бы кто-то подобный. А у памятника зачастую лежат живые цветы. Финны чтут и помнят харьковчанина Шаумана. Ну, действительно, историю про то, что Бобрякова прикончили, я знал. Не знал, что это сделал харьковчанин. Откуда я знал еще слово Бобряков? А помните, праздновали мы юбилей или какую-то там годовщину Зимней войны? И пели тогда популярной была финская песня «Нет, Молотов, нет, Молотов» и чего-то там то-то-то Бобряков. В рифмах слова «Молотов» было слово «Бобряков». Потому что «Нет, Молотов» – это что такое была Зимняя война с Финляндией? Советский Союз поставил ультиматум Финляндии, ровно как Россия нам сейчас. Подарите нам Карелию, другие территории, и тогда мы на вас не нападем. А если не подавите, то нападем. И это называлось ультиматум Молотова, и они сказали финны «Нет, Молотов», и оказали сопротивление, настоящее сопротивление Советскому Союзу. Убили огромное количество советских солдат, то есть финны большие молодцы. В том числе моего двоюродного дедушку в плен взяли финны тогда в финскую войну, так что они прям крепкие были ребята. И вот оказывается, что Харьковчанин был человек, который убил этого самого Бобрякова, генерал-губернатора России в Финляндии. И я такой вот это все читаю, проходит час после того, как я получаю письмо Марии, и стрельба в Словакии, и почти убит, тяжело ранен премьер-министр Фицу. Не самый большой друг украинского народа в Евросоюзе. В общем-то, наверное, уже один из самых, ну, из двух самых больших недругов Украины в Евросоюзе. Фица вчера был ранен шестью пулями, шестью пулями, пятью пулями. Ну, в общем, многим количеством пуль был ранен этот самый премьер-министр Словакии, Фица. Поэтому, и это было первое пророчество, от которого я был в шоке, пророчество Марии. Второе пророчество – пророчество Михаила, то есть меня. Позавчера я назвал свое видео, когда приехал к нам Блинкин, к теще на Блинкина, намекая к теще на блины, ну, дескать, пожаловал к нам господин Блинкин. И что мы вчера наблюдали? Блинкина на блинах. Ну, хорошо, опять почти. Как Мария не угадала цель покушения, так я не угадал, ну, форму блина я угадал, но съел Блинкин вчера не блины, а пиццу. Согласитесь, похоже, да? И вот Фица и Пицца. Два таких события в один день. Совпадение? Не думаю. Но про Блинкина и его, эти самые, блины чуть-чуть позже, потому что блинов он привез нам много вчера, выдал, в том числе финансовых и военно-технических блинов. Ну, а про Фица вообще в конце. Был бы он нашим другом, я бы с него начинал. Но он нам небольшой друг. Нам по-человечески. Хотя не буду я притворяться. Правильно? Не буду я притворяться. Сегодня, как вы догадываетесь, день вышиванки. Вышел я с утра на улицу посмотреть, а вообще люди в вышиванках или нет? И вы знаете, мало, не так много кто в вышиванках. Кстати, в основном девушки. Понятно, что вышиванки больше идут, чем мальчикам. Но все-таки. Я вот помню, что два года назад в день вышиванки весь Киев был в вышиванках. Весь. Сейчас мало. Ну, во-первых, холодно сверху, курточки у всех, да. А во-вторых, как энтузиазма-то поубавилась. Война тяжелая. Разговоры только о мобилизации на улице. Серьезно, я говорил тут, слушал, подслушиваю разговоры. Многие говорят о мобилизации. Многие. О Харькове, о войне, о тяжелых моментах. О том, как запасаются сейчас пауэрбанками. Кстати, всем рекомендую. Вместе с нашим Укрэнерго запасаться. Зарядить все пауэрбанки, зарядить все, что есть. Запасайтесь уже светоотражающей одеждой. Готовьте вон все эти фонарики наши электрические. У меня вот. Вот у меня фонарик налобный, пожалуйста. Что у меня еще есть тут под рукой? Вот у меня фонарички на батареечках такие. Как керафиновые лампочки. Вот ставлю. Тоже. Да. Так что я лично готов. Вы не сомневайтесь. Компьютерчиков у меня заряжено. Несколько все, что есть в квартире. То есть дни-то тяжелые. Дни тяжелые. Нифига не легкие. Энтузиазма убавилась по сравнению с тем, что было два года назад. Но вы знаете, очень просто. Быть полным энтузиазма, когда все хорошо. И вообще, когда ты полный энтузиазма по естественным причинам, когда ты молод, глуп, то тебе все легко дается. А нужно себя заставлять и в тяжелые моменты. Ну нужно, правда, нужно. От нытья еще никому лучше не становилось. От того, что ничего не получилось, никому у никого еще ничего не получалось. Получается у тех, кто хочет и делает. Кто хочет и делает. Не всегда получается. Можно и проиграть. Может быть, ничего не получится. Но те, кто хочет и делает. Ну вот три сообщения о тех, кто хочет и делает. В том числе о вас, дорогие зрители канала Штельман. Вы знаете, я сегодня, наверное, вообще не буду прямо просить вас подписаться на канал Штельман. Не буду говорить вам, внизу перейдите, там, нажмите подписка, подпишись. Не буду рассказывать, что, кстати, уже 419 тысяч подписчиков. Вы знаете, почему я не буду этого делать? За меня сегодня предложат подписаться на канал Штельман. Другая девушка совершенно. Александра из Харькова, Болотина. На проекты, который, волонтершем, вы собрали больше, чем полмиллиона гривен за последние двое суток. И Александра решила нам, прислала нам короткое видео, посмотрите сейчас, с рассказом о том, что она делает с этими деньгами. Вечер добрый. Витаю вас, Харькова. Меня зовут Александр Болотина. Я фотограф и волонтер. Война – это чудовищное горе для людей. И прибыльный бизнес для нелюдей. Увы, идет третий год кошмара, от которого мы так мечтали проснуться. Для многих же мир рухнул еще в 2014. Мразь и человеческий мусор на расстоянии полета бомбы. Смерть на расстоянии 40 секунд. А потому надо жить так, чтобы мир с тобой был лучше, чем без тебя. Мы планировали собрать на помощь защитникам 75 тысяч гривен. А вы, именно вы, собрали в поддержку более 500 тысяч. Вы и Михаил даете нам силы верить, что мы выстоим вопреки и несмотря. А потому здесь, в Харькове, мы не пессимиздим. За собранные деньги уже куплены. Старлинк, генератор, зарядная станция. Оплачена ткань для пошива одежды раненым. Еда и витамины разведчикам. А еще будут дроны. Все отчеты я представлю на моей странице в Фейсбуке. Хотите быть среди своих? Подписывайтесь на Михаила Шительмана. И пусть число подписчиков растет так же быстро, как наш сбор на защиту Харькова. Вот, это Александра. Но объявился еще у нас Александр Гончаренко. Помните, такого человека, возможно, с прошлого нашего сбора. Мы сейчас не будем ничего собирать, просто рассказываю. Александр Гончаренко, военнослужащий, бывший уже, правда, офицер ВСУ, раненый, потерявший часть руки во время освобождения Харьковской области. В 2022 году, когда мы освобождали Харьковскую область, он потерял часть ладони, ну, руки, в общем. И сейчас делает тренажеры для тяжелораненых. И вы нас собрали на его проект, на его тренажеры для изготовления двух тренажеров. И он вчера мне пишет письмо. Божаю медицнейшего здоровья. Хлопцы просили передать, и мы працуем. И Харьков не сдам, не паникуемо. И прислал фотографию свою в обнимку с военнослужащими вооруженных сил Украины. Вот такие нам письма поддержки из Харькова. Понимаете? Из Харькова от волонтеров нам письма поддержки. Ну, и еще одно приятное для вас всех, я думаю, будет письмо от Татьяны. Михаил, добрый день. Меня зовут Татьяна. Я давно киевлянка, но родилась в Одессе. Гостила несколько дней на родине и нашла таблички, сборной которой вы проводили. Это здание Дома ученых и картинной галереи. И вот там, помните, таблички о том, что это здание было разрушено россиянами. Или вот этот снаряд. Сюда попал российский снаряд и так далее. Я сказал, что нам на послевойны это надо, чтобы вся Одесса помнила, кто напал. И вот эти таблички есть. Они теперь висят по Одессе благодаря вам и благодаря тем художникам, которые их высоко художественно изготовили. Одесситы, фотографируйте таблички, присылайте мне. Мне будет приятно тоже на все это посмотреть. Присылайте мне, естественно, через Facebook. Ну, а мы идем к делам нашим скромным. К делам нашим, точнее, извините, скорбным. К делам военным. К делам и делам тыловым. Вы смотрите «Шетельман» за сегодня от 16 мая. Вот вчера только рассказал я во многих эфирах, по-моему, и здесь, что россияне применяют какую тактику. Они бьют с территории России по нам, а мы отвечать не можем, потому что американское оружие применять по России нам не разрешают. И получается, они стреляют из реактивных систем залпового огня из Белгородской области, а нам никак не ответить. Как сразу после этого появилось видео, где я его перепостил у себя в Телеграме, если хотите, найдите там внизу ссылку на Телеграм-канал. Просто показать я его не могу на Ютюбе, прав не имею, естественно. А на Телеграме там территория беззакония, можете посмотреть. Ссылка внизу в описании на Телеграм мой. И там реактивная система залпового огня российская стоит на дороге, такая лесная дорога в Белгородской области, стреляет по нам. А дальше выстроилась пробка из автомобилей, российских, обычных, гражданских. То есть стоят люди, смотрят, как нас убивают, спокойно такие, ну что, покурить пока остановились, пока нас поубивают. А эти русские солдаты стреляют из толпы в автомобилей гражданских. И вот после этого кто-то будет жаловаться, что мы убили каких-то гражданских там в Белгородской области. Какая-то Собчак еще будет собирать деньги на помощь вот этим, которые сейчас там в пробке стоят, пока их реактивная система залпового огня по Харьковской области лопит по Волчанску. Вот такие кадры. Вот после этих кадров мне особо захотелось спросить у Блинкина, ты все пела, это дело, так поди же попляши, скажи, может можно использовать там все-таки американское оружие против целей на территории Российской Федерации. И Блинкин не заставился долго ждать, выступил, правда, с неясными тезисами, но я, это вот сейчас будет манипуляция страшная, но заметьте, так я признаюсь, что это манипуляция, то это не манипуляция. Статья из газеты, из израильского издания «Ньюсрук», то есть не из украинского, с заголовок, я читаю заголовок. Блинкин дал зеленый свет на использование американских вооружений для ударов по России. Не знаю, откуда ребята это взяли, но они-то цитируют пресс-конференцию Блинкина с Кулебой, которая вчера прошла совместная, не во время поедания пиццы, я так понимаю, была еще отдельная пресс-конференция, то есть не подумайте, что это он под, типа, знаете, вы простите, я съел пиццу, был не в себе, было так вкусно, что у меня крыша поехала, и я разрешил вам хаймарсами по России фигачить. Нет, он сказал следующее, что применение американского оружия для ударов коснулся применения американского оружия для ударов по российской территории. Госсекретарь заявил, что в целом США не выступают против ударов по России, но решение об этом может принимать только украинское руководство. А мы обеспечим, чтобы Украина имела то вооружение, в котором оно нуждается для успеха на поле боя. Вот такая обтекаемая формулировка, обтекаемая, но он и есть дипломат, считайте, министр иностранных дел по нашему госсекретарю США. Я не исключаю, что в закрытом формате нам США дали такое разрешение. Вот я бы на месте США что сделал? Нет, я почему так говорю, не в смысле это совет американцам. А в смысле это было бы логично. Вслух говорить, мы разрешаем бить по России, ну а зачем? Чтобы Россия этим пользовалась как-то, в ООН и всякие бежали жаловаться. Нет, 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 зачем мы этому полугодить? Но не вслух Блинкин мог сказать Кулебе и Зеленскому, что, ну ребят, по Москве нет, по Ростову тоже нет. А вот там вдоль границы бейте по их складам, хреначьте их. Могли сказать? Могли сказать. Могли сказать. Надеюсь, что сказали. Надеюсь, что сказали. Потому что война у нас в Харьковской области не просто продолжается, а обостряется, что ли. Но несколько было сообщений, цитирую просто из прессы. Сначала Генштаб сказал, что враг вытеснен из Волчанска. Было такое сообщение. Генеральный штаб ВСУ сообщает, что силы обороны частично вытеснили, это вчера было сообщение, вытеснили россиян и российских оккупантов из Волчанска, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах города. Это было вчера днем сообщение. Дальше. А вот сегодня уже Генштаб сообщает, сегодня ВСУ сорвали планы России продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска. Вот это то самое проблема, что Волчанск, он вот поэтому настолько уязвим, что стрелять можно по нему из Белгородской области, а мы туда не можем стрелять. Что склады для взятия Волчанск, они в Белгородской области, а нам туда нельзя бить. Поэтому Волчанск, который, ну такой же, как Авдеевка по населению, примерно населенный пункт, он уязвим и Авдеевке просто на порядок. Просто на порядок. Значит, пока нам нельзя бить по России. Когда будет можно, все будет нормально. Итак, значит, что сообщил Генштаб? Что сорвали планы армии РФ максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанской и там закрепиться. По состоянию на 10.30 утра. Сначала наступательных действий врага, то есть с 10 мая, уже почти неделя прошла, на Харьковском направлении, силы обороны решительными действиями заставили заметно снизить активность российских оккупантов. Ну мы еще отчитаемся, сколько именно, насколько мы их заставили снизить, да, в штуках. В штуках. Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки и там закрепиться сорваны. С начала текущих суток наше подразделение продолжает выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города. Держит врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая. Было за сутки 23 боестолкновения, но только там противник нанес 2 ракетных, 4 авиационных удара с применением 8 кабов и 48 ударов дронами Камикадзе. Совершил 564 обстрела позиций вооруженных сил Украины. Это все там, в Волчанске, на севере. Пройдемся по-быстрому еще по другим направлениям, раз уж у меня попалась в руки сводка, то что же не огласить, чтобы мы понимали масштаб, что у нас сейчас происходит. Купинское направление. Окупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать позиции на Берестовое-Крахмальное. На Северском направлении. Провел одну атаку враг в направлении Веселая-Звановка. Продолжаются бои на направлении Яковлев-Кораздолов. Краматорское направление. Пытаются прорвать оборону в направлениях Бахмут-Клещеевка, Бахмут-Андреевка. Но заметьте, это вот прям... Мы год назад Клещеевку и Андреевку обратно забирали, правильно? Год назад. И вот они теперь снова пытаются ее себе забрать. То есть мы примерно-то бодаемся на одних и тех же линиях. Чтобы вы понимали, все вот эти массированные, мощнейшие наступления России в истории, это все вокруг села Клещеевка идет. Вокруг села Андреевка все идет. Ну и дальше там можно Покровское направление, Кураховское направление. Там все про Новомихайловку, все то же самое. В Ремовском управлении все тоже урожайное. И Желание, и Старомайорское. Вот все то же самое. И, наконец, Приднестровское направление. Противник не отказывается от попыток вытеснить силы обороны с левого берега Днепра. Цитирую Путина Владимира Ибн Владимировича. Значит, пресс-конференция Путина, помню, декабрь прошлого года. То есть прошло с тех пор ровно полгода. Он говорит, все, окончательно выбили украинцев из Крынок. А Крынки и ныне там, и ВСУ и ныне там. Поэтому бои тяжелые. Да, много у нас потерь наверняка. Это все тяжело дается, да. Но никаких продвижений прямо куда-то. Вот не надо думать, что прям такие едут толпы, армады этих русских военных. Ну, ничего нет такого. Ну, послушайте людей из Харькова, которые там. В штуках это выражается вот так, что 1520 еще россиян присоединились к лику святых, так сказать, этих, ну, святых кобзоновцев. 19 танков, 30 бронетранспортеров. По сообщению нашего МВД, это уже официальное сообщение, не слухи, не телеграм-каналы, россияне расстреливают гражданских, именно расстреливают, не случайно убивают, а расстреливают гражданских на окраинах Волчанском. Один из жителей города пытался убежать пешком, отказался выполнять команду, россияне его убили. Кроме того, российские военные, которые пытались закрепиться в Волчанске, не позволяют местным жителям эвакуироваться, убегать от них. Людей похищают и сгоняют в подвалы. То есть мы явно имеем дело с теми же извращенцами, больными русскими, которые были в Буче, которые были в Ирпине, которые пришли, чтобы пытать и похищать людей. Так что, к сожалению, Россия не изменилась. Россия все такая же и занимается ровно тем же, чем и занималась в 2022 году. Мы сталкиваемся с той же самой картиной. Только мы сильнее в сто раз. Ну, реально, слушайте, мы за это время стали сильнее в сто раз. Президент Зеленский провел ставку в Харькове. Мы к тому, кому уже привычное, что Зеленский у нас не из робкого десятка в этом смысле. Выездное заседание ставки Руховного главнокомандующего, посвященное основным вызовам на фронте и ситуации в Харькове. Он заслушал доклад Сырского, командующего Хортицы Содоля и командующего Харькова Михаила Дропатова. Вы знаете, там сменился командующий. Оперативная обстановка, задача и потребности каждой привлеченной бригады и так далее в районе Вовчанска в частной стим. Так. Зеленский отмечает, что по состоянию на 16 мая ситуация на Харьковщине в целом контролируемая. Силы обороны наносят оккупанту ощутимые потери. Направление остается крайне сложным, поэтому украинские подразделения будут усиливаться. Вот это все, что я мог вам сказать про то, что происходит под Харьковом. Теперь, а, я обещал не говорить, подписывайтесь на меня, но я не говорил, не обещал не говорить, ставьте лайки этому видео. Лайки нужны по-прежнему. Ставьте, конечно же, лайки этому видео. Лайки нужны по-прежнему. Да. Короткий анонс называется. Фотографии с аэродрома Бильбек пришли. Мы уже две ночи подряд набомбили Бильбек в Крыму. Ну, какие-то РЛС радиолокационные станции из состава ЗРКС-400 мы повредили это раз. А во время второго обстрела атакован главный склад ракетно-артиллерийского вооружения Российской Федерации. На нем хранились ракеты для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. Так что ракет из Крыма будет прилетать к нам меньше, потому что часть из них удалось взорвать при помощи нашего удара по аэродрому Бильбек. Вообще россияне сообщили, что сегодня за ночь, это я зачитываю уже теперь сводку россиян, что за сегодняшнюю ночь беспилотники были уничтожены, наши беспилотники якобы были уничтожены над Белгородской областью, ракету, еще ракета тоже точка ум, над Крымом беспилотники наши были уничтожены, над Тульской областью они были все сбиты, над Брянской, Калужской. То есть мы как бы масштабно так вжарили это, да, смотрите, мы каждый раз, вот они нам бьют по 5-6-7 областям, и мы по 5-6-7 областям. Нам не хватает потужности, мощности, они бьют все-таки ракетами по 500 тысяч килограмм взрывчатки, а мы беспилотниками. Вот это обидно, что у нас нет своих ракет таких же, да, чтобы мы били по России. Ну есть, но мало, простенькие, близенько летают. Нам бы вот ракет вместо беспилотников, то есть если бы у нас было, а что? Ну мы же вроде ракеты умеем делать, что мы до сих пор их не делаем, я не знаю, секрет для меня. Но это они рассказали, что сбили, а вот Главное управление разведки сообщило, что нет, нифига подобного, что в Туле мы попали не в самовар вовсе, а в госпредприятие российского оборонного комплекса «Пазальт-Туле». Значит, в результате плановой работы ГУР. Мне вот это очень нравится. Слушайте, я вот читал это сообщение, я поржал, ну так, в душе, не вслух, конечно, над словами «в результате плановой работы Главного управления разведки». То есть у них есть план. Таки сидят в Главном управлении разведки с Буданом, таки сидят, карта Российской Федерации. Так, что у нас там сегодня по плану? А, сегодня Тула, Тула, да. Тулу-ла, 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 да, давайте сегодня в Тулу ударим, правильно? В Тулу. В Тулу или в Тулу? В Тулу. Вобе, Лу, Бейтин. Значит, в результате плановой работы ГУР в ночь на четверг, четверг это сегодня, напомню, поражен военный объект Туле, предприятие непосредственно производит военную продукцию для войны против Украины. Факт попадания зафиксировали камеры уличного наблюдения. Базальт производит оборудование, извините, боеприпасы для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота. Так что мы и туда, где их производили, и по складам в Крыму тоже этих боеприпасов и ракет ударили. Вот такие вот истории, такие результаты. Но результаты российских обстрелов, к сожалению, мы на себе. Я думаю, многие из вас вчера ощутили. У кого отключали электричество, пишите. Напишите мне, сколько, чего. Туда, в комментариях напишите. Надо понимать общую картину, как бы. Потому что Украинерго так дает достаточно расплывчато все. Значит, генерации и импорт. Не хватает генерации собственной, не хватает импорта. Компании Ясно, которая занимается частично поставками во многие дома, рассказали о текущем состоянии в энергетике. Сергей Коваленко, уже нам знакомый, я его много раз цитировал, говорит, нам хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления. Вчера вечером Украинерго что-то доказала объем лимитов. Я не понимаю эти слова. Но, к сожалению, короче, утром стало не хватать. Утром стало не хватать электричества. Пришлось применять экстренные отключения. Это сегодня утром уже. Нет, это вчера, извините, утром. Потом в полночь отменили ограничения. Типа всего стало снова хватать. Но потом снова экстренно стали отключать Днепровская, Харьковская область, город Киев, Киевская область. Сейчас уже подключили обратно. Причины, меня спрашивают, причины похолодания. Когда холоднее, то больше потребление электроэнергии. Все банально. Но заметьте, это сейчас тепло, лето практически, и нам не хватает. Это похолодало до плюс 7, не до минус 20, до плюс 7 нам не хватает. То есть если не восстановимся к зиме, будет катастрофа. Сразу вам говорю, будет очень нехорошо. Нехорошо. Но мы привычные. Нам куда деваться-то? Наше дело – кутаться потеплее во шкуры неубитых русских медведей. Или убитых. Будем кутаться. Вот. Значит, кстати, практичный совет. Не надо залезать на сайт Ясно и искать там график отключения в вашем городе, в вашем районе. Вы только себя запутаете. Я себя вчера запутал. Сначала нашел график. График оказался позапрошлогодний. 22-23 год. Ну, начало 23-го, конец 22-го, когда нас отключали. Новых графиков, ребята, не существует. Сразу вам скажу. На сегодняшний день, вот на сейчас, 16 мая днем, не существует официальных графиков отключения электроэнергии. То есть вы не сможете на них ориентироваться. Нам энергетики вчера сообщили, что они составили график, чтобы им было проще по графику жить. Но нам график не сообщен, пока я нигде не размещен. Поэтому не перегружайте сайт Ясно, никакой пользы от этого толку не будет. Когда-нибудь, когда они опубликуют, поверьте, вы все это увидите тут же в Телеграме разлетится, в Фейсбуке разлетится. Сейчас нет. Я сам вчера искал, а потом уже нашел сообщение, что этих графиков не существует. Субтитры создавал DimaTorzok